Привет всем! Я никогда не был большим любителем тяжелой музыки, хотя детство мое прошло под, естественно, как у всех, под Владзеприан, под Дипепл, под Назарет и под разные другие Блэк Сабботы. Сегодня я слушал с большим удовольствием, слушаю до сих пор, но так, чтобы следить за развитием тяжелого металла, это время от времени бывает. Но, тем не менее, пластинка у меня в руках, которая меня потрясла совершенно. Видно ее, да? Видно хорошо. Мастодон 2001 года. Я, в принципе, знаком с этой группой, с музыкой этой группы, самих артистов я не знаю. Довольно неплохо, и здесь такая же история, примерно как с группой Опит у меня. То есть, когда музыканты пели нечеловеческими голосами, мне это дело не нравилось. Когда они стали петь человеческими голосами, с середины, примерно, своего творческого пути, мне эта группа пришлась по душе. Я с большим удовольствием слушаю мастодон, все пластинки, которые выходят. Я их, можно сказать, люблю, а эту просто я даже как-то близко к сердцу принял. Совсем близко, совсем она пришлась мне по кайфу, что называется. Я могу сравнить эту группу для себя лично, я никого не призываю, с Monster Magnet, которая тоже мне очень нравится. И она близка очень группе Hawkwind, моей любимой, старой-старой британской группе. Ну, так перейдем к мастодону, который называется у нас Hashed and Grim. Состав всем известен. Брэнд Эйлор Ударные. Один из руководителей, я так понимаю, коллектива творческого такого, держателя творческого начала команды. Билл Келлихер. Гитара, бэк, вокалы. Брэнд Хейнс. Гитара, вокал. Трой Сандерс. Бас, вокал, клавишные. И здесь еще куча приглашенных музыкантов. Человек 15, я их перечислять не буду, потому что я их никого не знаю. Обложка замечательная, великолепная. Просто обложка мрачная, серьезная, суровая. Пластинка двойная. Это первый двойник мастодона. До этого были одинарные пластинки. Винил вот такой прозрачный. Но это первое издание, поэтому я думаю, что если на черном виниле... Мне попалась вот такая вещь. Что про группу мастодон я могу сказать? Что, конечно, эта штука удивительная. Парни из Атланты, которые должны были бы играть нормальный южный рок, такой как там Allman Brothers Band и другие зизитопы. Хотя Allman Brothers Band и зизитоп – это абсолютно разные коллективы. И Allman Brothers Band я безумно люблю. У меня есть все их пластинки. Зизитоп я слушал в раннем детстве вместе с Андреем Пановым, с Вином. Мы получали определенное удовольствие от прослушивания этой команды. Ну, так вот, южный рок, казалось бы, должны были играть эти парни. Но они играют чрезвычайно мрачную, даже не мрачную, нет, а очень тяжелую, очень умную музыку. Близкую все-таки к европейской музыке. Хотя отголоски южного рока здесь в полный рост присутствуют. Правда, не такие, как у традиционных групп, играющих этот самый южный американский рок. Это вам не блюзовые какие-то штучки. И это все очень серьезно и очень бело, я бы сказал. Не сочтите меня расистом. Но музыка белая все-таки, не черная. Хотя черную я тоже очень люблю. И блюз я обожаю. Несмотря на эту внешнюю мрачность, группа фэнтезийная, яркая, даже где-то мультипликационная в своих ранних работах. Здесь ничего мультипликационного нет. Здесь все прекрасно. А парни, как я выяснил, довольно веселые. Парни настоящие, южные такие ребята, которые жрут мясо, заедают картошкой, хлещут виски с пивом. Все у них здорово, весело. Дерутся с музыкантами группы System of a Down. Была у них история такая, какая-то драка после концертов. В общем, развлекаются как только могут. Но музыку играет настолько серьезную, настолько, несмотря на тяжесть и грохот, тонкую, настолько продуманную и умную. Я никогда не думал, что тяжелые группы могут играть такую умную, в хорошем смысле, музыку. Технически совершенных групп очень много. Ну, например, там Dream Theater, которые мне тоже очень нравятся, по сравнению с Мастодоном, они выглядят как студенты-отличники, только что кончившие консерваторию, или Беркли, в котором они все учились. Ну, вот такие вот консерваторские ребята, чистоплюи, извиняюсь, которые на экзамене играют в совершенстве своей сложнейшей партии. А Мастодон – это мужики серьезные. Хотя по возрасту где-то туда же, примерно. Что я могу посоветовать людям, которые впервые держат в руках этот альбом, или слушают его в наушниках с компьютера, или с компакт-диска, это совершенно не важно. Я бы посоветовал начать с последней песни, которая называется «Гигантиум». Эта штука меня вышибла совершенно, как мало что вышибала в последние десятилетия, скажем так. То есть это когда мурашки, это когда воспоминания, это когда хочется, если не исповедаться, то пережить все те вещи, которые в жизни тебя радовали, и даже те, о которых и вспоминать-то даже и не хочется. У каждого есть такие скелеты в шкафу. Но это такая духоподъемная, духораскрывающая вещь, что вот те самые мурашки, те самые кайфы, мажорные аккорды начинают ее, мажорные такие в духе Black Sound, там тоже все на мажоре, в общем-то. И вот эти мажорные такие качалки идут гитарные, так все здорово, так мощно, маршево. Замечательный текст, который задает просто, он не задает, потому что песня последняя, но он открывает суть этого всего. «I wish I could run forever». Сразу вспоминается Брюс Спрингстон «Born to run», правда, с другим настроением совершенно, но здесь примерно та же история, только в 25 раз серьезней. И, как всегда у Мастодона, переход, смена гармонии, смена ритма, смена темпа, потрясающая гитарная соло финальная, которая с изменившейся гармонией уже выглядит как какой-то реквием, причем реквием светлый, реквием такой, вот на котором и раскрывается все, вся суть твоя, слушателей, музыкантов, артистов. Они писали это не в самом лучшем расположении духа, умер их менеджер, и вся эта пластинка навеяна как раз потерей друга, которого они считали членом своей группы, пятым участником коллектива. И все это очень серьезно, очень здорово. По песням, если пробежаться, «Pain with the encore» в первое полотно, которое начинается с гула ударных, с такой дроби поднимающейся и уходящей. В тяжелое послание, я бы даже не называл это тяжелым роком, тяжелое послание с длинными нотами вокала, у них вообще очень специально выстроены голосовые партии на длинных нотах, на таких распеванных, все. Но это не какой-то там скандинавский, вот этот самый псевдорелигиозный, псевдоготический настрой. Это совершенно все очень человечно. «Pain with the encore» «De Crax» – следующая вещь. Сложнейшее. Четыре раза меняется размер. Но все это как-то не выглядит нарочито, а все очень естественно. То есть это не умозрительно, не выдумано, не надумано. Вот эти смены размеров, смены темпов, смены рифов. Все это очень логично развивается. И потом вдруг какая-то микропауза, и начинается медленная часть песни. Такое ощущение, что это следующая песня пошла. А это все та же. Но все равно все как-то это так логично и здорово. Вторая моя любимая вещь после «Gigantium» – это третий номер «Circle and Peace». Называется она. Удивительная гитарная фраза. которая лежит под голосом. Голос поет одно, в одном, как бы в одном ключе. Гитара играет совершенно другое. Очень красивая мелодическая фраза гитарная. Зацикленная, которая повторяется, 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 развивается. И такие штуки я слышал только у Стива Хау, наверное, из группы ЕС, причем на его сольных альбомах. И у Мартина Барра из «Jet Rotal» тоже на его сольных альбомах. Когда мелодическая линия идет одна, а снизу лежит вот эта вот гитарная сложнейшая штука. «Modern Eye» – «Cold Chew». Торжественная, такая летящая к финалу, тоже апокалиптическому какому-то штуку. «The Beast» – «Гитарный перебор», который, кажется, сейчас обещает лирическое полотно. Но начинается музыка а-ля «Black Sabbath». Только, простите меня, любители «Black Sabbath», я сам любитель «Black Sabbath», только лучше. Современней, по-настоящему. «Skeleton of Splendor» – медленное, психоделическое почти произведение. Кстати, стиль этой группы называют «психоделический металл» некоторый. Мне очень смешно это слышать, но тем не менее здоровым. «Skeleton of Splendor» – в стиле «Pink Floyd», только в 250 раз тяжелее, психоделичнее и мрачнее. «Tear Drinking». Если кто-то любит Джона Уэттона и знает его творчество, то это местами похоже на те песни, которые сочинял Джон Уэттон, только, опять-таки, в 400 раз тяжелее, в 400 раз драйвовее. И все очень здорово. «Push and the Tides» – это почти панк-рок. Почти панк-рок, но в исполнении настоящих, профессиональных, виртуозных музыкантов, которые играют тяжелую музыку. «Piece and Tranquility» – навороты гитарного трэша в самом начале, которые просто послушаешь там первые 10 секунд, и дальше уже все пойдет как по массу. Вот так наворочено, что дальше ехать некуда. И третья любимая песня с этой пластинки, которая называется «Dagger». Если кто-то знает такого музыканта, как «Доктор Джон» американского, то вот это, если не близко, то в ту сторону, в сторону музыки «Swamp» болотной, такой, в сторону шаманов. Там вот эти шаманские мелодические штуки, непонятно на каких инструментах сыгранные, потому что там очень много приглашенных музыкантов с разными экзотическими штуками. Синтезатор, там и всякие дудки какие-то, струнные. И вот это вот шаманство, которое сразу напоминает «Доктора Джона». И вот этот «Swamp», такой настрой джунглей, болота, чернота, темень, тишина, какие-то звери вокруг. И все это медленно-медленно погружаешься в это болото, меняются аккорды очень медленно, и все глубже, глубже, глубже и глубже. Но главное не совсем туда уйти. Head and toe – баллада с синтезаторами, но тяжелая, все в порядке, тяжелая. Savage Lens. Savage Lens, я ее не помню. Я всего два раза слушал этот альбом, но она, по-моему, очень быстрая. Она очень быстрая и такая драйвовая. Goals of Drax. «Пожиратели отбросов» называется произведение. Это четвертая сторона пластинки. Она вся просто как какая-то монолитная опера. Заканчивается гигантиумом. Начинается с Goals of Drax. И все это. Но это вообще произведение планировалось музыкантами как концептуальная пластинка, как Стена Pink Floyd, как The Lump Lies Down on Broadway, Goal by Genesis. Как другие такие вещи, связанные единой темой. Перед гигантиумом The Eyes of Serpents – песня, которая, в принципе, медленная. Но если начать танцевать под эту песню с девушкой, то ровно через три минуты ты увидишь, что девушка превратилась в оборотня, впивается тебе в шею, высасывает всю твою кровь. И ты, глядя на себя в зеркало, обнаруживаешь, что стал просто скелетом. Под ногами уже ползают змеи. Скелеты выходят из всех шкафов и дверей, приближаются к тебе. И огромный змеиный глаз мира смотрит на тебя. И мир – это огромная змея, которая на тебя смотрит и ждет. Что же ты, парень, будешь делать дальше? Но пластинка грандиозная. Она настолько хороша, она настолько здорово записана, настолько невероятно качественно сыграна, настолько хороши здесь и неожиданно партии всех артистов, включая барабанщика, который играет, по-моему, исключительно брейками, весь, брейками, весь, да, брейками, весь просто материал, вот так от начала до конца, но при этом совершенно не мешает, не надоедает, и с невероятной фантазией это делает, как и все другие артисты. Мастадон, 2001 год. Получайте удовольствие, а я пойду пить по обыкновению. С вами был я. До новых встреч. Пока.